Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Прощальная беседа Господа с учениками. Часть 2. Евангелие от Иоанна, 14 глава с 1 по 6 стихи. Предыдущая, 13 глава Евангелия от Иоанна, заканчивалась тем, что Господь Иисус Христос, готовя своих учеников и апостолов к тому, что он будет распят, предаст себя за жизнь мира, говорит им, будете искать меня уже вскоре, и куда я иду, туда вы не можете прийти. И вот апостол Петр спрашивает, Господи, куда ты идешь? Хотя, конечно, и он, и другие ученики уже понимают, что будет, и скорее в вопросе апостола Петра следует слышать не «куда ты идешь?», а «я тоже хотел бы последовать за тобой, разреши мне идти». Но Христос отвечает апостолу Петру, туда, куда я иду, сейчас ты не можешь пойти, но позже пойдешь за Мною. И вот тогда апостол Петр со всей своей горячностью говорит, почему я не могу пойти? Я свою душу, я свою жизнь положу за тебя. Но Христос останавливает эту его горячность, ведь именно он, Господь, положит свою жизнь за всех людей, в том числе и за учеников. Апостол Петр не может сделать ни этого, ни даже положить свою жизнь за него, за учителя в этой ситуации. И поэтому Христос, дабы отнять у горячего апостола самонадеянность, говорит ему, задает вопрос, душу ли свою положишь за меня? И дальше продолжает. «Истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». Поскольку беседа проходила уже поздно вечером или даже ночью, то петух должен пропеть вскоре, спустя всего несколько часов, начиная с этого момента беседы. И поэтому, когда Господь так говорит, он хочет сказать, «Мы сейчас за трапезой, у нас сейчас хорошая обстановка, но очень быстро все изменится, вплоть до того, что ты даже предашь меня, своего Господа и Учителя». Говорит так апостолу Петру, для того, чтобы тот не был самонадеян, для того, чтобы тот понимал ограниченность нашего человеческого естества. И вот следующая, 14 глава, к рассмотрению которой мы переходим, начинается с того, что, похоже, после этих слов Господа среди учеников воцарилось напряженное молчание. Еще некоторое время назад они опасались и думали, кто из них является предателем, но когда ушел Иуда, и Христос сменил тему разговора, они вроде бы успокоились. Но сейчас вновь через то, что он говорит апостолу Петру, Господь показывает, что уже спустя непродолжительное время и его, и их апостолов ожидают серьезные испытания. Поэтому Господь желает их ободрить и говорит в первом стихе 14 главы, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Стоит греческий глагол «Тарасо», который уже несколько раз встречался нам в тексте 4 Евангелия. Он означает или «волновать», «волноваться», или «смущать», «смущаться». Поэтому Господь хочет сказать ученикам, пусть ваше сердце не волнуется, пусть ваше сердце не смущается от того, что я вам сейчас говорю. «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Именно эта вера, как в небесного Отца, так и в посланного им Сына Божия и укрепит учеников в час испытания. Второй стих. «В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Из этой фразы понятно, куда направляется Господь Иисус Христос. Он направляется к небесному Отцу. Но если до этого он только апостолу Петру сказал, туда, куда я иду, сейчас ты не можешь пойти, но позже, когда ты уже окончишь свою проповедь, свое земное служение ради меня и церкви, ты последуешь за мной, то теперь Господь хочет указать, что не только апостол Петр последует за Господом Иисусом Христом к небесному Отцу в небесной обители, но и они, его ученики, потрудившиеся в деле благовестия, а также и другие его последователи будут там, в обителях небесного Отца. Стоит греческое слово «мони», которое означает «жилище», «обиталище» или «обитель», то есть то место, где можно не только остановиться, но и долго, продолжительно жить. Наверное, Господь Иисус Христос имеет в виду, когда говорит о доме небесного Отца, или дворцы, которые тогда существовали и в которых было много различных комнат. И, конечно, в таком дворце, если живет не только царь, но его ближние и даже его слуги, то все пользуются и значимостью, и красотой, и всеми разными удобствами этого места. Поэтому получается, что когда Христос указывает на дом Отца Небесного и говорит о том, что в этом доме много разных квартир, много разных комнат, он тем самым хочет подчеркнуть, вы будете жить не отдельно, не в других домах, не в каком-то внешнем пространстве, но будете жить вместе со мной и там, где преимущественно себя проявляет Бог и Отец, в том же самом доме, который многоэтажный, многоквартирный, но все будут собраны там воедино. А если бы даже не было там большого количества комнат, я бы их для вас приготовил. Хотя, возможен и другой вариант. Может быть, Господь Иисус Христос указывает на храм Иерусалимский, в котором проявляет себя преимущественно Бог, потому что еще продолжается период Ветхозаветной Церкви и, конечно, на Храмовой горе тоже различные постройки, целый комплекс, где есть в том числе и жилые помещения. Третий стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Мест уже очень много у Небесного Отца, но даже если бы это было не так, то Господь Иисус Христос через то, что Он взойдет на крест, всем откроет путь в чертоге этого дворца Отца Небесного. И не только откроет путь, но и для каждого готов приготовить отдельную комнату или квартиру для того, чтобы верующий в Него человек мог находиться в общении и с Ним, и с Небесным Отцом. Четвертый стих. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Из того, что было сказано только что, понятно, что Господь Иисус Христос идет к Небесному Отцу. Путь ученики тоже знают. Это путь через крест, через страдания, через распятие, через смерть и последующее воскресение, ибо об этом Он им тоже говорил. Но, к сожалению, то, что Христос сказал, не в полной мере ободрило учеников. Их ободрила мысль о Небесном Отце, Его доме, а также о множестве обителей. Но когда Он сейчас вновь заговорил о Своем пути, это учеников огорчает, ибо наводит их на мысль о кресте. И поэтому, пятый стих, Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Мы, конечно, ученики, знаем, ты нам говорил, но мы не можем это принять. Поэтому апостол Фома, проявляя некую молодушь или даже робость, по словам святителя Иоанна Златоуста, задает этот вопрос. Он будто хочет сказать, то, что ты нам прежде сказал, неприемлемо, куда же на самом деле ты идешь. В следующем стихе Господь Иисус Христос укажет, что Его путь отличается от того пути, по которому пойдут апостолы и все Его последователи, ибо Его путь к Небесному Отцу через крест. А вот путь всех остальных к Небесному Отцу через Него, Господа Иисуса Христа, именно благодаря тому, что Он взошел на крест. Шестой стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, конечно, в этих словах Он показывает результат, значение своего восхождения на крест. Безусловно, эти слова, этот образ, который приводит Господь Иисус Христос, перекликается с тем, что Он говорил о себе в 10 главе, потому что там Он указал на самого себя, как на дверь из овчего двора. И там это уже был хороший и понятный для евреев образ. Ведь овчий двор то место, где находились овечки ночью. И овечки эти находились на территории, которая ограждалась забором. По мысли святителя Иоанна Златоуста, этот забор для еврейского народа был ничем иным, как законом Моисеевым. Потому что закон, с одной стороны, ограждал евреев от внешнего языческого мира, со всеми пороками, со всеми злодействами этого мира. Но, с другой стороны, этот закон их и ограничивал. Этот закон показывал, что и у них, у самих евреев, тоже есть греховность, что они нуждаются выйти за рамки закона, но не куда-нибудь, а именно на обильное пастбище. И вот все, кто приходил до Господа Иисуса Христа и, может быть, предлагал выход за пределы этого закона, были воры и разбойники. Потому что, перерезая через ограду или пробивая отверстие в этой ограде, конечно же, человек этот похищал овечку, чтобы ее заколоть. И вот выйти за пределы ветхозаветного Моисеева закона можно только через Господа Иисуса Христа. Поэтому он и указал на самого себя, как на дверь, через которую проходят овечки, и он ведет их на обильное пастбище. Здесь же Господь Иисус Христос, распространяя этот образ указывает на себя уже как на путь. Он говорит «Я есть им путь и истина, и жизнь». Это понятие пути, конечно же, было известно и в других народах, и в других религиях. Мы с вами знаем такое понятие, такой термин, как «дао» в восточных религиях. Однако здесь Господь не ограничивается только этим понятием пути, по-гречески «олос». Господь указывает на то, что этот путь имеет конкретную цель, конкретное назначение. Потому что, если бы он сказал «Я есть им путь» и поставил точку, да, тогда эта мысль была бы прямой аналогии с учением восточных религий о «дао». но Христос говорит «Я есть им путь и истина и жизнь». И вот то, что он продолжает, говорит «и истина, алифия», то есть истина теоретическая, показывает на то, что если прежде он говорил евреям «познаете истину и истина сделает вас свободными», но не уточнял, что речь идет не только о теоретической истине, а о теоретической истине, которая выражена в нем в конкретной личности, то здесь уже он ученикам показывает. Именно через него, как через путь, можно прийти к нему уже, как к истине. Это очень важно. Ибо истина не воплощенная, истина абстрактная может быть в разных ситуациях, по-разному понята, разными людьми по-разному применима. Но если Христос есть живая истина, то, конечно же, кто бы из нас не пошел к нему, умный или глупый, богатый или бедный, опытный в этой жизни или человек наивный, для каждого Господь Иисус Христос, как живое воплощение истины, будет искать собственный для нас путь. Тот путь, который лучше всего для каждого из нас. То, что мы и называем промысл Божий. И поэтому, если истина абстрактная, теоретическая, записанная где-то на бумаге или на жестких дисках, гигабайт информации, может быть, кем-то не понято и от этого отвергнуто, то всякий, кто желает понять истину Христову и просит его об этом, становится на его путь, он эту истину поймет и усвоит, и будет дальше двигаться по направлению к ее усвоению. Итак, конечная цель этого пути истина и жизнь. Ну и, конечно, Христос говорит о жизни именно высшего порядка. Иоанн Богослов использует греческий термин зои. Как мы с вами помним, есть и другой термин виос, биологическая, биологическая жизнь, жизнь животных, жизнь неосмысленных существ, жизнь существ бессловесных. Но здесь говорится о жизни духовной, о жизни нравственной, о жизни, которая имеет определенную ценность и соотнесена с Богом. Итак, Господь Иисус Христос указывает ученикам, для них Он является именно тем путем, на котором они Его же и встретят. Он будет и истинный, Он будет и жизнью. И, конечно же, эти слова Господа Иисуса Христа крайне важны и для каждого из нас. Ибо не все нам сразу понятно в Священном Писании, в церковной жизни, да и вообще в этой жизни. И поэтому, если мы не отступаем, если просим Господа, чтобы Он нас вразумил, если обращаемся к Нему, чтобы Он нам помог в этой жизни, укрепив добродетели, дабы мы узнали и истину и получили от Него жизнь, то, конечно же, Он, как воплотившаяся и истина, и воплотившаяся жизнь, нас не оставит и нам поможет на пути спасения. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.